всем привет дорогие друзья из нашей прекрасной алании сегодня 9 апреля и у нас с вами есть много важных тем которые нужно обсудить ну конечно же первая тема это что происходит и вторая тема когда начнется сезон когда откроют страну что делать туристическими путевками которые вы купили что делать тем которые хотят купить путевку но не знают что будет в общем вот эти вот все темы мы с вами обсудим сегодня в этом видео и сейчас поедем на рынок да почему мы сейчас поедем на рынок расскажу вам потому что прошлых видео я говорю что на рынок мы не ходим но к сожалению два дня подряд айхан ездил в магазин и в магазине не было овощей фруктов и овощей хорошего качества поэтому сегодня мы приняли решение что нужно съездить на рынок сначала покажу вам что происходит в нашем районе ну и конечно же самый главный плюс в том что погода у нас стоит хорошая сегодня идет вот такой вот мелкий дождик но как вы видите движение на дорогах есть последние дни она кстати усилилась здесь перед нашим домом построили новый дом который они закончили ну буквально за 6 месяцев по моему и вот такая вот у нас здесь хорошая зеленая территория и предвкушаю ваш вопрос как вы живете в таком шуме на самом деле от дороге ничего не слышно и слышно только на балконе а на верхнем этаже не слышно вообще ничего но поскольку сейчас идет дождь то на верхних террасах мы никак не можем поставить летнюю мебель потому что идет дождик ветер ну в общем в скором времени можно будет уже сидеть на верхней террасе сейчас пока вот на этих балконах маленьких выставляем стулья и сидим а погода классная на этой неделе пару раз шел дождь но в общем самый обычный апрель в алании если вы новый человек на канале добро пожаловать ну а всем тем кто смотрит меня давно рада вас снова видеть друзья и сейчас мы с вами отправимся на пятничный рынок как я вам уже сказала это вынужденная мера потому что айхан объехал все ближележащие магазины и даже овощные магазины но не нашел хороших фруктов и овощей поэтому сейчас поедем в центр прокатимся по улице малане посмотрим что там происходит ну и конечно же я вам расскажу что будет сезоном весна в алане полным ходом около нашего дома расцвели вот такие вот красивые цветы друзья постоянно забываю как они называются поэтому кто помнит напишите ну что дорогие друзья мы уже в машине как вы видите в масках и по постановлению сидим друг за другом сидеть как я понимаю рядом нельзя ну несмотря на то что мы конечно же живем вместе но ладно это не страшно поэтому буду снимать сегодня вам видео не спереди а сбоку сейчас мы выезжаем на улицу 25 метров и друзья прошу прощения за такой странный голос потому что говорю в маске как вы видите погода стоит у нас хорошая солнечно на дороге движение есть народ куда-то едет кто-то ходит по улицам сейчас посмотрим что происходит центр потому что на рынке я слышала народа бывает много сейчас мы едем по улице 25 метров это одна из самых оживленных улиц алани здесь всегда много народу туристов если смотреть по сторонам то некоторые магазины закрыты открыты до сих пор при всей рестораны работают только на вынос но сейчас посмотрим что у нас на улицах города многие магазины закрыты многие открыты народ кто ходит маска кто ходит без масок но есть распоряжение выходить без масок запрещено и кстати сейчас все граждане турции могут получить маски совершенно бесплатно сейчас едем сторону пятничного рынка многие магазины открыты и как я уже говорила кто-то в масках кто-то без масок но такое ощущение что город живет своей жизнью и ничего не происходит вот так вот выглядит район рядом с пятничным рынком вот эти вот небольшие улочки многие из вас здесь были мы уже приехали в самый центр рестораны работают только на вынос конечно же работают маркеты какие-то мелкие лавки здесь кстати шьют шаровары вот этот ресторан например открыт на вынос здесь стоят стулья кресла народ сидит друг с другом если честно я чего-то наверное не понимаю вроде бы запрещено сидеть так близко рядом друг другом но не знаю друзья кто понимается напишите потому что я ничего не понимаю что же происходит на улице вот улица 25 метров машин не так много но припаркованных достаточно много мы приехали в банк чтобы снять наличку для рынка здесь есть очередь насколько я знаю банки не закрыты но снимаем деньги всегда банкомате его там даже идут какие-то муниципальные работы народ подстригает деревья ой как вкусно пахнет свежей зеленью даже через маску чувствую в общем вот что у нас тут происходит вот что я заметила здесь здесь был другой магазин и и теперь видите даже кто-то делает ремонт будет магазин другой готовится люди видите к сезону какая-то стройка ремонт в общем на улицах народу достаточно достаточно много ну а если друзья говорить о туристическом сезоне всех вас конечно же интересует именно этот вопрос то расскажу вам что я думаю по этому поводу не очень удобно говорить маски потому что вы не видите мою артикуляцию в общем как как двигается бое лицо в общем очень очень странно но первое и самое главное что вам хочу сказать по поводу туров первый и самый главный вопрос который мне задают это когда откроют страну что будет сезоном когда начнется авиасообщение и так далее друзья самое главное что хочу вам сказать поскольку мы являемся журналистами и вы сами прекрасно понимаете что вся информация приходит к нам задолго до того как она появляется в общей доступности даже мы не знаем ответ на этот вопрос мы не знаем когда откроется сезон и мы не знаем когда начнется авиасообщение и когда люди смогут прилетать по турам никакой информации от министерства туризма или от правительства турции по этому поводу нет поэтому все что пишут в интернете если это не официальная информация это все спекуляции кто-то говорит откроет в мае в конце мая кто-то в апрель кто-то пишет через три месяца кто-то через два месяца друзья не поддавайтесь на эти спекуляции потому что нужно доверять только официальной информации если официальное заявление министерства туризма что все в конце мая такого-то числа мы открываем турцию нет такого заявления нет поэтому не верьте спекуляциям и просто ждите мы все ждем ждет весь мир туризм существует не только в турцию он есть везде он есть в россии в турции в италии в испании вообще во всех странах поэтому все ждут все ждут что будет и самый главный совет который я могу вам дать если вы приобрели тур обязательно посмотрите когда последние сроки когда можно этот тур сдать поменять вернуть деньги и так далее самое главное если ваш тур в конце мая в мае в июне или какие-то другие ближайшие месяцы обязательно поговорите с вашим турагентом с вашей турфирмы и выясните все сроки в которые вы сможете отказаться от тура и не потерять деньги и самое главное если вы запрашиваете какую-то информацию по этому поводу всегда ведите переписку и ведите переписку по электронной почте чтобы у вас были какие-то доказательства никаких телефонных разговоров переписка ватсапе голосовые сообщения нет забудьте об этом если вы ведете какую-то переписку ведите ее только по электронной почте где она сможет остаться ее не удалят и какие-то сообщения фотографии и так далее поэтому самое главное выясняйте если у вас уже есть тур выясняйте крайний срок когда можно с минимальными потерями денежными выйти из этого тура его вернуть поменять ну в общем понимаете о чем это же это же касается и гостиниц потому что есть например гостиницы где вы оплачиваете уже в гостинице а есть ранее бронирование когда вы оплачиваете за и поэтому если вы что-либо забронировали пожалуйста выясняйте вот эти вот сроки это очень важно ну а те кто только планирует приехать и постоянно меня спрашивают что будет с туризмом что будет сезоном друзья я не знаю у меня такой информации нет и опять вам повторяю что все что вы слышите видите это просто спекуляции предположения вообще не обращайте на них внимание пока не будет официальной информации а ее на данный момент нет поэтому когда нет официальной информации что мы делаем мы сидим спокойно и ждем а что мы можем еще сделать ведь когда откроется туризм об этом нам расскажет сразу же и министерство туризма и правительство турецкой республики но и конечно же какой-либо другой страны поэтому сейчас остается только ждать те кто планирует приехать ждем те кто купили туры выясняем крайние сроки возвраты или обмена ваших туров а сейчас мы приехали на рынок и посмотрим что же там продается в общем идем сегодня четверг и мы приехали на рынок достаточно рано поэтому еще никто не разложился и сейчас поедем на другой рынок очень конечно жаль но мы приехали слишком рано как вы видите торговцы еще только все раскладывают свои палатки разгружают машины но зато теперь вы знаете как рынок выглядит на каких машинах приезжают торговцы и как они ставят все свои палатки вот например привезли помидоры очень тяжелая работа конечно у этих людей друзья и вы постоянно меня спрашиваете о скидках и так далее и конечно же на рынке не принято торговаться не торгуйтесь на рынке потому что максимум что вам могут скинуть это одну лиру или 50 курушей но это ведь не такие большие деньги чтобы просить скидку а люди каждый день ездят разгружают загружают стоят на холоде на жаре и продают фрукты и овощи поэтому мне кажется нужно уважать труд этих людей и не торговаться конечно же можно торговаться я вам уже об этом говорила когда вы покупаете что-то ящиками например как мы летом покупаем 10 килограмм 15 20 килограмм клубники тогда да но если вы покупаете 1 килограмм 2 то мне кажется не стоит этого делать и напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ну а сейчас поедем на другой рынок сейчас мы с вами выезжаем на улицу ататюрка это центральная улица алани из можно сказать что это самая оживленная улица города в обычное время потому что здесь расположено практически все что привлекает и туристов и местных жителей и эта улица она активна и днем и ночью здесь большое количество ресторанов магазинов кафе каких-то развлекательных мест конечно же большое количество пляжных баров отелей пляжей и так далее но давайте посмотрим что же сейчас происходит на этой улице как вы видите многие места обнесены лентой а точнее это лавки и спортивные тренажеры и конечно же все парки закрыты никакой активности нет в пляжных барах никто не готовится к сезону но вы сами понимаете по какой причине есть отдельно прогуливающиеся люди но это практически все на этой оживленной улице в обычное время конечно же всегда очень много народу туристов местных жителей люди любят и здесь гулять заниматься спортом кататься на велосипедах гулять с детьми просто бегать заниматься на тренажерах вот с такой вот прекрасной панорамой на море на аланью и конечно же сидеть в многочисленных кафе особенно вечером из кафе на этом пляже открываются потрясающие виды на аланью здесь одна из самых широких набережных алании где можно прогуливаться а также отдохнуть на лавочке здесь очень много лавочек ну и конечно же здесь очень широкий хороший пляж и кстати в алании большое количество песчаных пляжей точнее в алании естественно все алания это один большой пляж и на этом большом пляже большое количество хороших входов не только плит как вы возможно видели но и большое количество хороших входов поэтому не волнуйтесь хороший вход в море вы точно найдете ну и конечно же на этой улице раз как я уже сказал расположены пляжные бары где можно отдыхать также с комфортом можно арендовать шезлонг можно взять зонтик и наслаждаться морем и солнцем но сейчас как вы видите погода достаточно пасмурная в алании на этой неделе второй раз наверное идет дождь но небо необыкновенно красивое и конечно же море несмотря на то что такая ситуация в алании все таки нам повеселее по радость не потому что природа зеленая красивая распустилась мимоза желтое море бирюзовая и теплая погода все это скрашивает всю эту неприятную ситуацию которая с нами происходит и сейчас как раз мы уже находимся в районе оба и движемся по направлению как раз к рынку видео с рынка будет в следующем будет следующим оно выйдет в субботу ну а сейчас мы с вами отправимся на пляж наслаждаться морем и кстати это набережная продолжение одной длинной аланийской набережной она идет до махмутлара карагаджака и так далее очень популярна и здесь тоже очень хорошие пляжи поэтому как я уже сказала не беспокойтесь в алании много хороших песчаных и красивых пляжей ну что друзья сейчас мы с вами спустимся на пляж быстренько покажу вам море отсюда звук моря не слышен как ни странно но сейчас быстренько дойдем до берега вот такой вот у нас с вами сегодня насыщенное видео получается к сезону естественно никакой подготовки нет потому что все ждут и как вы видите здесь на пляже есть плиты вот именно здесь есть плита а если пройти вот в ту сторону чуть чуть подальше то там плит никаких нет и вход в море просто потрясающий ну и конечно же друзья встает самый главный вопрос как определить есть ли на пляже плиты или нет так определить очень просто если вы едете с туром или без тура вот так или иначе будете останавливаться в каком-то отеле поэтому заходите на сайт этого отеля или лучше всего на сайт бронирования отелей и смотрите отзывы туристов и вы обязательно увидите что туристы думают по поводу отельного пляжа или в крайнем случае вы можете написать присоединиться к одной из многочисленных групп русские в турции русские в алании махмут лари и так далее и задать свой вопрос всем тем кто живет здесь в алании какой пляж например около такого-то отеля и и вам народ очень быстро ответит поэтому не стоит переживать а интересуйтесь и получайте ответы на свои вопросы это очень очень легко сделать но сейчас друзья опять не буду вас задерживать долго и давайте насладимся морем да и 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